Следственный комитет России опубликовал кадры задержания Сергея Ченкаева, технического директора компании «Пиророс». Он проходит подозреваемым по делу о мощнейшем взрыве на оптико-механическом заводе, произошедшем накануне в Сергеевом посаде, что в Подмосковье. Я являюсь техническим директором АО «Пиророс». Мы разрабатываем часть фермерочных изделий и есть производство фермерочных изделий. Следователи изъяли документацию предприятия, среди которой и должностные инструкции. Местные власти отбрасывают версии о беспилотнике и диверсии. По их словам, причиной стало банальное несоблюдение правил безопасности на складе пиротехники частного предприятия. Очевидцы уверяют, слышали лишь один, но мощнейший хлопок. Предприятие было обанкротено. Кто там сам работал, кто занимался, непонятно. Что взорвалось, неясно, непонятно. Хлопок был очень сильный. Очень сильный хлопок. Естественно, сразу какой-то оранжевый шар появился. Один хлопок, мощный хлопок. «Пиророс» – не просто компания по производству пиротехники. Основана в 1994 году четырьмя оборонными ведомствами. В ее портфеле более четырех сотен госконтрактов. У предприятия была лицензия Минпромторга на работы с оружием. По данным ЕГРЮЛ, «Пиророс» осуществлял деятельность по перевозкам пассажиров автобусами, разработку, испытания хранения, реализацию и утилизацию боеприпасов пиротехнических изделий четвертого и пятого классов – самые опасные виды пиротехники. По данным российских СМИ, с весны этого года компания признана банкротом, но неофициально производила оптику для танков, авиации и даже снаряды. Есть еще и неофициальная версия. И вот согласно этой версии взорвался на самом деле склад боеприпасов, артиллерийских боеприпасов, хранившихся там уже довольно долгое время. В пользу второй версии о том, что взорвались снаряды, свидетельствует тот факт, что сейчас по всему городу, по этому Сергиевому посаду, находят продолговатые предметы, очень похожие на артиллерийские снаряды 122 мм, а иногда и 152 мм. То есть это стандартные российские артиллерийские снаряды. Еще есть версия о том, что компания вот эта пиророс в свое время, совсем недавно, ну с началом полномасштабной агрессии России против Украины, перешла от изготовления пиротехники, то есть салютов к изготовлению снарядов, поскольку снарядов российская армия стала резко не хватать. Ну или хотя бы зарядов для этих снарядов. Но качество из-за того, что это не специализированная компания, а, так сказать, перешедшая на изготовление от макаронов, как, знаете, в анекдоте перешли к производству патронов, так вот здесь от салютов к снарядам, качество в результате вышло не очень и, соответственно, результат – огромный взрыв. Именно поэтому все, что связано со взрывом в Сергиевом посаде, покрыто такой тайной. О силе взрыва можно судить по тем повреждениям, о которых сейчас сообщают местные власти. Пострадали более четырех сотен квартир и двух десятков домов. Пять объектов инфраструктуры, находящиеся неподалеку, взрывом повреждено две сотни авто. Официально на данный момент погибла лишь одна сотрудница предприятия. Еще шесть человек при анимации, несколько десятков госпитализированы. На данный момент официально среди безвести пропавших числится восемь человек. Спасатели приостановили разбор завалов, чтобы отработали следователи. Что бы ни стало причиной взрыва на оптико-механическом заводе, это буквально подарок украинским военным. Мощный взрыв уничтожил такое необходимое россиянам производство, которое в условиях санкций не так-то и легко будет наладить. Редактор субтитров А.Семкин